Я думаю, ну как я могу бросить так красиво? То есть надо, поэтому, надо изучать близкого человека, пытаться понять, что у него в сердце. Когда близкий человек начинает молиться, начинает ходить в храм, начинает думать о Боге, все самое чистое и светлое из его сердца выходит, и ты так, какой человек мне достался хороший. Потому что все люди, они только рядом с Богом раскрываются. Или, допустим, на природу люди вместе ходят, они тоже начинают видеть хорошее друг в друге. Один раз муж с женой говорит, мы каждый день ругаемся, Олег Геннадьевич, что нам делать? Мы к психологам сходили, слишком все сложно, скажи что-нибудь попроще. Я говорю, ходите вместе на природу, радуйтесь природе и смотрите, как вы радуетесь. Они говорят, ты все? Я говорю, да. И они говорят, Олег Геннадьевич, хватит шутить, скажите, что надо делать. Я говорю, идите на природу и смотрите, как вы радуетесь природе. Они пошли на природу, там они смеются друг к другу. И потом на следующую лекцию приходят, говорят, Олег Геннадьевич, вы помирились, все. Так классно работает. Если ты видишь, как человек близкий реагирует на природу, он солнышку радуется. Это и есть красота этого человека. Лови теперь эту красоту. Радуйся. Я запомнил одну историю, мы с женой пошли в лес. Она такая, ой, такие красивые синенькие цветочки, это что такое? Я говорю, это Иван-чай. Она такая, вау, Иван-чай, вау. Вот. Потом она говорит, это красивые такие красненькие цветочки. Это что такое? Я говорю, это Степан-чай. Она такая, вау, Степан-чай, вау. Она говорит, ой, это красивые желтенькие цветочки такие. Это что? Я говорю, это Николай-чай. Она мне раз, по балде, такая. Поняла, что я ее развожу. Я запомнил, вот это много лет назад прошло, такое счастье. Поиздеваться над женой на природе. Женщины такие наивные, когда они радуются, можно с ними шутить в это время. У меня жена боится все время рыбок в воде. Надо находить такое место, где нет рыбок. Поэтому ей больше всего Мертвое море нравится, там рыбок вообще нет. Поэтому она там плавает, ей классно. Вот, а если есть рыбки, то я нашел место в Израиле, там вообще нет рыбок на море, в Средиземном море. И я стою, и вот такая маленькая, вот такая маленькая рыбка ко мне подплыла и стоит вот так рядом меня, рядом со мной. Я молился в это время, наверное, ей понравилось, как я молюсь. Вот такая маленькая рыбка стоит. Я думаю, ну что она не заметит, а жена вокруг плавает постоянно. И она такая подплывает ко мне, я раз так глазом на рыбку. Она говорит, что рядом с тобой? Я говорю, ничего нет. Она говорит, ты куда ты смотрел? Ты обычно никуда не смотришь. И это, подплыла, смотрит рыбка маленькая такая. Видите, я запомнил. Женщины чувствительные такие, это божественные качества. Для мужчин непонятно, чего бояться, маленькая рыбка подплыла. Ну и вот так, вот такие вот события, воспоминания, такая память на природе, допустим, она увеличивает любовь. С добрыми друзьями, когда тоже вместе с друзьями. Надо друзей приглашать домой. Если вы поругались с мужем, допустим, пригласите друзей домой. Накормите их, порадуйтесь им. Не надо только напиваться, а то будете потом ползать под столом. Рыгать и вспоминать потом, как вы ползали под столом. Лучше всего просто без алкоголя попойте вместе, повеселитесь, порадуйтесь. И вы, когда друзья уйдут, вы не будете обижаться друг на друга. Вы будете чувствовать хорошо, вам будет хорошо друг с другом. Когда друзья приходят, они благословляют дом, они дают возможность любить. Приглашайте друзей, радуйтесь им, служите им в доме. И у вас всегда будет мир в доме, всегда будет счастье. Но если вы никого домой не приглашаете, у вас копится семейный эгоизм дома. Есть такое понятие семейный эгоизм. Иногда к какой-то квартире подходишь, и даже запах плохой идет от квартир. Заметили? Вот подходишь куда-то к квартире, и не хочется там даже стоять, хочется дальше идти. Это семейный эгоизм. Портится атмосфера. Даже не хочется там рядом находиться. Иногда к кому-нибудь домой заходишь, и прям не хочется там быть. Это семейный эгоизм. Когда люди приглашают друзей домой, то прямо аж тянет туда. Там пища очень вкусная. Там запах такой стоит в квартире, что прям вау. Тебя расслабляет, тебе хорошо прямо у них. Это я вот сейчас в Италии когда был, там организаторы, муж с женой. Они вот, у них такой дом. Они каяк, они меня домой к себе, итальянскую кухню они готовят. Там у меня райдер есть. Только вы никому не говорите, что они так готовят, не по райдеру, а то мои организаторы на них будут жаловаться. Вот, они, короче, райдер в сторону, итальянскую кухню мне готовят. Все как надо. Понимаете? Вот, по-итальянски. И у них такая любовь. Вот они так служат, так заботятся. Они такие красивые. Я всегда вспоминаю, когда приезжаю, как вот они заботятся. У них такая семья, красивые отношения такие чистые. Светлая память такая остается. Понимаете? Вот люди, когда вот так любят приглашать, себе откормить, заботиться. Они очень красиво живут, счастливо. Это называется желание служить. Оно делает семью счастливым. Красивую жизнь делает красивой. Поэтому дом человека не должен быть закрытым. Двери не должны быть закрытыми. Надо всегда приглашать друзей. Иначе копится семейный эгоизм и начинаются скандалы в доме. Люди ругаются. Копится эта энергия. Мы к себе и все себе и себе и себе. Надо что-то отдавать. Даже если вы поставили на улице кормушку для птиц. И постоянно подкидываете туда пищи. То у вас отношения лучше станут. Потому что вы просто эти птички вас благословлять будут. Вы будете на них смотреть и радоваться. И у вас радости больше будет в жизни. Я не думаю, что я какие-то сентиментальные советы вам даю. Все мои советы срабатывали в какой-то момент. Людям помогало. Простые вещи. Просто, чтобы любовь из семьи шла наружу. Чтобы обмен был. У меня жена... Мы часто с женой сначала ездили. Я же постоянно лекции читаю. Куда-то переезжаю. И она всегда, как только мы приезжаем в какую-то квартиру. Она сразу пикет пирожки. И сразу стучится к соседке. А та открывает. И она говорит, попробуйте. Я не знаю, правильно рецепт я сделала или нет. И соседка пробует. Говорит, ну тебе не хватает. Вот это надо вот так сделать. Она идет, еще раз печет пирожки. Как она сказала. И все эти пирожки ей отдает. Я потом... Через полгода... Выхожу из квартиры, смотрю. Сосед выходит и улыбается мне такой... Радостный. И я потом понимаю, что он у меня улыбается, потому что он пирожки вспомнил. То есть у меня с соседями уже хорошее отношение со всеми. Потому что жена всех угощает. Всем радуется. Мне когда шоколадные конфеты дарят, я их не ем. И я вот в Москве лекции читал. И ставил у себя в подъезде. Всегда ставил шоколадные конфеты на подоконнике. Там не было лифта. Я поднимался на четвертый этаж по лесенке. И ставил на подоконнике конфеты. И открывал. И несколько дней никто ни одной конфетки не взял. Я думаю, ну ничего страшного. Возьмут. И потом какой-то ребенок, видно, без родителей. Один шел и конфетку раз себе. И потом... Еще, еще одну. И потом я ставил коробку. И через два часа уже ни одной конфетки не оставалось. Потом там кто-то поставил цветы. Илейку. Рядом с цветами. Проходишь мимо, полил цветок. Пошел дальше. И потом подъезд постепенно расцвел. Все здороваться начали друг с другом. И все стало классно. Вот так началось с пирожков и закончилось тем, что хорошо стало жить в этом месте. Понимаете? А когда люди не служат соседям, друзьям, вокруг не служат никому, то, понимаете, на психическом плане, вот знаете, что такое инкубатор? Это вот, ну, сетки такие стоят. И курицы сверху, снизу, везде. Курица сверху покакала, тебе прилетело. Также люди, когда живут вместе в одном доме, у одного настроение сверху испортилось, у тебя тоже испортилось. Но если ты связан позитивными нитями со всеми, то у тебя только положительные. Все хорошее у тебя от соседей идет. Не плохое, а хорошее. И тебе хорошо в этом месте жить. У тебя настроение поднимается. Если ты служишь всем вокруг, то ты устанавливаешь позитивные связи со всеми. Все, у тебя только хорошее передается, плохое не передается. Вот в этом важность служить всем, заботиться, радоваться всем. Это тоже имеет большое значение. Это мы говорим с вами о правилах семейной жизни. Почему с древних времен люди приглашают себе домой гостей, кормят их. В некоторых восточных странах это такая серьезная традиция. Я когда в Грузию приехал лекции читать, у меня была проблема. Все обижались. Каждый говорит, ты ко мне приходи, ты покушаешь у нас. Я говорю, ну я же не могу ко всем сразу покушать прийти. У меня же один обед только. И все ко мне, ты ко мне приходи или ко мне приходи. Все. Они очень гостеприимные люди. И они кормили меня. Как вы думаете, сколько грузинов нужно, чтобы накормить одного русского? Мне они готовили человек пять, наверное, кормили. Там было столько блюд, что съесть нереально просто одному человеку. Не все готовят и заботят за такие. Вообще, потрясающие люди просто, я не знаю. Такие ощущения остаются от такого вот этого желания служить, заботиться. Необыкновенно. Это очень важно для счастья семейной жизни. Надо вот так настраиваться, так жить. Помогать другим людям. Заботиться. Иногда меня жена пугает просто вот этим своим желанием отдавать. Поразок были в ведическом храме и нам дали с алтаря освященный пирожок. Мы поделили его по-честному пополам. Одна половинка жене, другая мне. А я ем только в обед. Я не подъедаю. У меня такие правила. Я только в обед ем. И вечером чуть фруктов. Я думаю, до обеда оставлю себе. Взял, пакетик положил. Она свой сразу съела пирожок. И мой говорит, давай мне, ты запачкаешься. Я говорю, я не дам тебе, ты кому-нибудь подаришь. Она говорит, я не подарю, давай мне. Я не поверил ей. Думаю, ну все, пирожок ушел. Отдал ей пирожок, короче. Ну, из храма поехали в такси. Приезжаем. Я с таксистом расплатился. Выхожу из такси. И думаю, она же не может вообще пол пирожка. Он как откусанный таксисту отдать. И у меня в сердце такие смутные сомнения. Я такой заглядываю туда. Смотрю, такая картина, короче. Она ему прямо сует в рот пирожок. И он такой, что это, что это? А ням-ням-ням-ням-ням-ням. И начал есть сразу. У меня холодный пот пробил. У меня такой. Я такой не ожидал. Я говорю, ты что мой пирожок скормила? Ты же обещала мне. Она говорит. Ты каждый день освященную пищу есть с алтаря. А он никогда не ел. Не жадничай. Классно? У меня в памяти 10 лет назад это событие произошло. У меня до сих пор в памяти это все остается. Такие вещи. Когда мы добрые дела делаем, это усиливает любовь близкому человеку. Здесь тоже в Словении одна девушка меня кормила. Женщина. Тоже готовила все время, приходила, заботилась. Тоже все осталось в памяти это все. Следующая тема, которую я хотел бы с вами обсудить, это тема правильного подхода к мужчине и к женщине. Мы затронули чуть-чуть эту тему вчера. Но это настолько важная тема, настолько тяжело понимаемая, что я хочу какое-то время посвятить этому вопросу. Потому что многие люди обжигаются от непонимания этого. У человека есть два типа энергии. Можно сказать, это наружная такая энергия психическая и внутренняя. У человека есть характер, это его внутренняя энергия. И есть поведение, это наружнее. И почему я вот это вам рассказываю, потому что у мужчины и у женщины это очень сильно отличается, противоположно устроено все. У женщины вот эта энергия поведения, она имеет очень мягкую, покладистую природу. Женщина легко приспосабливается ко всему. Она легко привыкает, ей легко принять все. Легко приспособится к людям. Даже когда переезжают в другую страну, женщина легко привыкает к этой стране. Мужчина привыкает очень медленно. У женщины наружная психическая энергия, энергия поведения очень мягкая. И поэтому женщина для всех воспринимается, и для женщины, и для мужчин, как такой покладистый, нежный человек. Такой ранимый, хрупкий. И кажется, что женщина вот такая. Она очень такая податливая, чувствительная, не может нажимать ни на кого, такая очень снаружи. А внутренняя энергия характера у женщины не видно никому, это не видно, это тайна. Вот эта внутренняя энергия у женщины, характера, ее характер, она твердая, как камень. Она абсолютно непреодолимая сила, очень твердая сила. И даже женщина, она не знает, что со своим характером делать. У нее характер, ничего с ним не сделаешь. Если она обидчивая или ранимая, допустим. Она мучается, сама страдает от своего характера и не знает, что с этим сделать вообще. Она легко может со всеми общаться, легко может отношения установить. Может подстроиться под человека, но с характером, со своим лично, с собой. Она не знает, что делать. Каждая женщина. У мужчины наружное, наоборот, поведение очень твердое, как камень. Он в поведении вообще не меняется, то есть у него есть привычки, свои взгляды. Это все ничего не сдвинуть с места, все очень фундаментально. Поведение грубоватое у мужчины такое, твердое, жесткое. Мужчина не может приспосабливаться ни к чему. Это наоборот, он пытается весь мир к себе приспособить. Он пытается поменять этот мир под себя, подстроить весь мир пытается. Поэтому кажется мужчина таким человеком жестким. Кажется, что он грубый. Женщины боятся мужчин. Поэтому женщина всегда боится замуж. Она любая женщина, даже если у хороших человек очень, даже если она его любит, она все равно сомневается, думает выходить, не выходить. Выдержу, не выдержу этого человека. Она не знает. Боится, потому что внешне сильная такая энергия грубая от мужчины идет. И женщина не знает, что с этим делать, она ей трудно. Она чувствует, что она может не выдержать. А характер у мужчины очень мягкий. Она просто этого не видит ничего. Она не знает, что у мужчины характер как масло. Он мягкий. У женщины характер как камень. А у мужчины как масло. И поэтому мужчина меняет свой характер. Он был грубый, стал мягким. Он был злым, стал добрым. Ну то есть мужчина может развиваться, менять свой характер. Женщина не меняет свой характер. Но Бог женщине дал чистоту в характере. Ей надо просто ее поддерживать. У женщины много чистоты в характере. Женщина должна просто себя поддерживать, себе хорошее. Менять ничего не надо, надо поддерживать. А мужчина развивает свой характер. Он его делает лучше. Изначально, вот маленькую девочку возьмите. У всех девочек маленьких прекрасный характер. Они такие хорошие все. Вот замечательно. А у мальчиков у всех плохой. Они постоянно все пакостят, делают какие-то шалости. И мальчик развивает, с возрастом мужчина развивает свой характер. А у девочки все остается как было. Вы скажете мне, Олег Геннадьевич, нужны доказательства. Как определить, что вы правы? Вот как определить, что это так все устроено? Где доказательства? А доказательством является то, что происходит в детстве и в старости. В детстве наружная психическая структура не развита у человека. Сначала формируется внутренняя структура, характер формируется сначала, а потом наружняя структура. И если посмотреть, допустим, маленькую девочку, она такая, крепкая такая, воевая, она может всем все сказать, там, что она думает. Это маленькая девочка, совсем два года, два с половиной, три. А потом она уже нежной становится постепенно. Сначала она такая, ох. Вот. И мальчик маленький такой. Вот такой вообще как размазня просто. И все ему говорят, ты же мужчина. Вот. А девочка такая. Потом постепенно наружный психический слой нарастает. И мужчина, юный мужчина такой крепкий, сильный, он такой, как орел. А девушка такая, ну, такая нежная, ласковая. Вот. Потом давайте посмотрим старости. А опять уже наружный психический слой уменьшается к старости уже. И женщины становятся бабки такие, особая форма жизни такая. Такие они все гоняют. Такие, ух, страшные люди. А дедушки такие, добрые такие, хорошие, ласковые такие. Наружный психический слой уходит, и дедушка такой, ну, я такой, добрый. А бабки. Давайте теперь посмотрим, как определить вот, ну, этот внутренний психическую состоящую. Можно определить еще, когда человек кушает и когда спит. Вот когда человек кушает и спит, наружная психическая структура уходит у человека, а внутренний остается. Вот, допустим, взять мужчину, когда он спит, можно к нему подойти и сесть, он такой, хороший. Это он был мужчина такой, он директор завода, он всех гонял, спать лег такой. И можно подойти, его погладить по голове, он такой, хороший становится, все. Женщина, когда засыпает, лучше не подходи. Она такая. Лежит такая. Или взять, допустим, спит человек. Мужчина, допустим, спит, он такой. А женщина спит, а как? Замечали? Теперь, допустим, мужчина ест. Мужчина ест, допустим, да? Мужчина ест, садится, можно его обнять, кормить, там. Он такой, эээ, такой, его можно кормить, все, он такой хороший. Женщина, когда есть, лучше к ней вообще не подходить. Поэтому женщины в основном едят, когда все поели уже, а не едят вот такие уже, когда никого нет. И такие. Смотрит по сторонам, не дай бог, кто подойдет. Потому что внутренний, открывается только внутренний психический слой. Женщина такая, она, когда ест, такая, сидит. Она одна хочет, чтобы никто не трогал ее, чтобы она спокойно ела. А мужчина, эээ, такой ест. Как это знание можно использовать в жизни? Надо знать, какой подход мужчины вырабатывают, какой женщины. Женщина должна вообще не замечать, что говорит мужчина, как себя ведет, вообще. Она смотрит ему прямо внутрь. Чтобы научиться внутрь смотреть, надо мужчину кормить. Вот ты когда кормишь, смотри на него, вот туда, так его и воспринимай. Когда женщина встречает мужа, он с работы пришел, такой. Вот как вы думаете, вот мужчина с работы пришел и смотрит на вас вот так? Муж с работы вот так смотрит. Че это значит? Вот че это значит, вот он, он так вот смотрит, сработает. Че это значит? Это значит, что он устал. Понятно? Запомните это. Это не значит, что он злой, хочет убить. Мужчина, когда устает, он на другую. Понятно? Это он устал просто, и все. Больше ничего не значит. А женщина по-другому думает. Она говорит, ты че так на меня смотришь? Я тебе че сделала вообще плохого? Я тебя целый день не видела. Он говорит, я тебя нормально смотрю. И начинается скандал уже с порога. Она неправильно оценила его взгляд. Он просто устал. Все. Как надо на мужчину воспринимать? Надо смотреть ему прямо внутрь. И вообще не замечать его слова, вот эти грубые. Взгляд. Что он углы отшибает, когда идет по квартире. Не надо это все воспринимать. Надо смотреть внутрь. Если женщина вот так вот обнимает мужчину, с ним сразу взаимодействует очень глубоко, она запомнила, когда он ест, какое состояние, когда он спит, она запомнила и так к нему относится, то она тогда, значит, имеет ключик к этому мужчине. И сразу в сердце ему заглядывает. И его сразу расслабляет. Если он, допустим, напряженный пришел, она так раз его обняла и сразу глубоко. И он раз, расслабила его и все. И он будет нормально себя вести. Понятно, женщины? Надо тренироваться. Надо учиться не бояться. Если вы испугались мужа, значит, вы с ним, с наружной частью взаимодействуете. А надо научиться видеть его изнутри. Если вы его кормите, если вы укладываете спать мужа, вы научитесь видеть его изнутри. Какой он внутри. Какой у него характер. И именно взаимодействовать с характером надо, а не с его поведением вот этим. Женщины пугаются поведением мужчин. Надо взаимодействовать с характером. И тогда вы сможете легко решать все вопросы с мужем. Это надо мягкий, нежный голос такой. Вот именно вот это с его характером надо разговаривать. Мягким, нежным голосом. Пойдем, мой хороший, кушать. Пойдем спать. Не вообще не обращать внимания. Вот на это вообще не надо обращать внимания. Это не для вас. Я, допустим, домой прихожу, жене говорю, надо вот то-то, то-то. Она такая подходит ко мне, обнимает меня, говорит, лекции будешь читать своим слушателям, а дома пойдем кушать все. Я такой раз, так пошел кушать. Она меня быстро, это, как это, коня, коню когда надевают, сбрую, он сразу таким хорошим становится. Вот так он прыгает, дикий конь когда. Женщина должна своего дикого коня обуздать вот этой любовью. Она должна его правильно кормить, его укладывать, спать, и с любовью вот так очень глубоко к нему обращаться. Теперь, как правильно обращаться с женщиной? Не надо к ней лезть внутрь. Надо, наоборот, аккуратно с ней, как бы вот так аккуратненько, надо с наружной частью взаимодействовать только у женщин. Внутреннюю не трогай, вообще она тебя прибьет. Надо просто аккуратненько так, моя хорошая, да-то моя дорогая, да-то моя ласковая, любимая, все. Вот так. Если она характер проявляет, допустим, там, капризничать начала, обижаться начала, это из характера идет, из ее. Такая. У нее характер, когда, вот запомните мужчину, когда у женщины характер начинает проявляться, у нее разворачиваются руки, вот так. Это значит, тебе капец. Надо сваливать в это время. Вот. В это время надо как-то так аккуратненько, не надо вот с этой внутренней вот этой вот ее взаимодействовать, это страшная сила. Ты ничего не сделаешь. Мужчина нет такой силы, чтобы победить характер женщины. И вот все мужчины обламываются просто, все. Когда мужчина начинает пытаться женщину воспитывать там, на вручение ей читать, рассказывать, как правильно жить надо, то ему капец просто. Как же женщина себя вести? Надо аккуратно, нежно, ласково и навязчиво. Ничего. Не надо ей нравоучения никакие читать. Надо по-доброму, ласково ей все намекать. У женщины так устроена психика, что если очень аккуратно ей что-то сказать, тогда очень сильно она это слышит. Очень аккуратно, ласково так. А если ей нажать чуть-чуть, она вообще этого не слышит. И даже девочку маленькую, когда вы воспитываете, у каждой девочки есть свой тон, нежный, ласковый такой тон, который она понимает. И если вы нашли этот способ с ней общаться, такой добрый, ласковый, моя хорошая, моя дорогая, с девочкой маленькой, нашли такой способ общаться, если вы, то она будет очень хорошо вас понимать, вообще все вопросы с ней можно будет решать. Потому что у женщины, у нее так устроена психика, что она легко понимает истину, если с ней по-доброму себя вести. Она легко истину понимает. Женщине не сложно. Она очень, очень чистое восприятие у женщины. Она истину ловит сразу просто, если подход к ней найти. Правильно. Именно надо все ей рассказывать, объяснять. А мужчина, мальчик маленький, он не будет слова вообще воспринимать. Он воспринимает только поступки. Если мальчика воспитывать, то он понимает только силу. Вот девочку, допустим, наказывать надо тем, что с ней не разговаривать. Чуть-чуть подальше от нее быть, и это для нее уже наказание. А мальчика надо поступки совершать. Может быть, поставить его в угол, чтобы он стоял. Или еще что-то делать такое. За руку его взять, привезти, показать, ты зачем это сделал. Спросить его. Поступки какие-то. Мальчик реагирует на поступки. Но доброта нужна всем. Поэтому абсолютно противоположные способы взаимодействия. Женщина надо аккуратно себя вести. Не сильно воспитывать ее не надо вообще никак. Надо аккуратно, ласково и намекать на все. А мужчине, с мужчиной надо прямо в глубину его заглядывать. И почувствовать его характер. Какой он добрый. И с этой добротой взаимодействовать. Мужчине надо наоборот открывать сердце. Все правильно говорить. Но только именно с добротой его взаимодействовать. Надо обращаться к нему как к... Надо обращаться к нему как к очень дорогому человеку. И он тогда будет взаимодействовать. А женщина будет благодарна, если ее... Ну не трогать ее характер. Когда до характера у женщины доходишь, она сразу так раз... Начинает реагировать. А мужчина реагирует, если ему указывать на поведение. Ну допустим, он задел там за косяк. Или когда кушал, опачкался. Ты че? Испачкал одежду. Если так к нему обратиться, то он начнет защищаться. Кричать. Да ничего я не пачкал. И так далее. Начнется скандал. Или допустим, мужчина грубо говорит. Он не понимает этого, что он грубо говорит. А женщина говорит, ты как со мной говоришь? Он... Нормально говоря. Все, сразу пошло, поехало. Надо не замечать вообще, как он говорит. Если он грубо говорит, вообще не замечать. Надо ему говорить, мой хороший, дорогой, любимый. Вот так вот. Ему сразу внутрь. И он сразу раз расслабляется и все. А женщине не надо. Ты че, обиделась? Обиделась? Или че, у тебя плохое настроение? Не надо ей этого говорить. Не надо не замечать, че у нее какое настроение. Всегда, ой, моя хорошая, рад тебя видеть. Всегда сразу на поведение указывать ей. Не надо на ее характер обращать внимание. Какие вопросы по лекции у вас ко мне? Мы говорили сегодня о том, как развивать отношения. Это на годы. На годы вот я вам рассказал, как строить отношения, постепенно выстраивать. Сначала будет влюбленность между вами. Будете наслаждаться друг другом. Потом эта влюбленность начнет таять. И вы начнете замечать недостатки друг друга. Начнет действовать судьба потом. И дальше уже надо принимать судьбу сначала. Потом служить человеку. Потом по-доброму его воспитывать. Если не примете, по-доброму не получится. Будете ругаться. Потом дальше уважение. Начнете вспоминать качества хорошего близкого человека. Потом дальше верность пойдет. Вы не захотите его бросать. И потом дальше чистое отношение. Светлая память. Когда люди, близкий человек уходит из жизни. И у вас светлая память. Уже вы до этой стадии дошли. То вы не будете плакать, когда он уйдет. Вы будете чувствовать, что он с вами. Чистая, чистая связь. Вы будете его вспоминать. Между вами останется чистая память, чистая связь. И потом, когда вы уйдете из жизни, вы к нему придете. Будете в раю дальше вместе жить. Это значит, что люди смогли пройти правильно свой путь. Я разок слушал одного композитора. У него был юбилей по радио. И его спросили. Какой человек для тебя самый лучший в жизни? И он говорит. Для меня самый лучший человек это моя жена. Мы, говорит, с ней прожили 60 лет вместе. И я, когда ее вспоминаю, у меня такая чистота в сердце. Такая чистота. Я лучше человека в жизни не встречал. Вот я, когда услышал это, думаю. О, вот этот человек прошел все стадии. Все, у него все получилось. Спрашивайте по лекции. Задавайте вопросы. Что непонятно. Да? У меня может не совсем по лекции, но я думаю, будет в тему. Потому что, учитывая, что цель в нашей жизни, самое главное, это любовь к Богу, то вот у меня такой вопрос. Мы в семье сможем разного вероисповедания. И все равно мы, как бы скажем так, с Богом в этой традиции не он и я не общаемся. Как-то мы пробуем по-своему, да? То есть еще не выбрали общий путь определенный. И у меня такой вопрос. Можно ли духовно развиваться, не находясь какой-то религии? И что нам для этого делать, чтобы вот все вместе с семьей этим заниматься и детей привлекать? Я читаю какие-то молитвы свои. А, еще раз. Да. У меня вопрос, как, не имея одной религии в семье, веры, это как привлекать детей и как служить Богу, как развиваться на этом пути, что нужно делать, из чего начинать. То есть я люблю мантры, люблю и молитвы православия я читаю. Девочки, когда меня слышат, им интересно. Они спрашивают, послушают, ну и дальше побежали. Но мне кажется, что-то нужно делать больше. То есть в храмы иногда ходили, но это не на регулярной основе. И мне кажется, что нужно регулярное действие, из чего начинать. Вы хотите знать, как правильно? Да. Вот нам определить именно в семье, в детям. Надо понять, что верующий человек в своей вере проходит три стадии. Первая стадия похожа на лошадь с шорами. Вот лошади, когда шоры одевают, она видит только вперед, по бокам ничего не видит. Так, и человек верующий, он на этой первой стадии, он очень узко воспринимает Бога, очень узко. И он не видит веры, не видит Бога в других традициях, культурах. И поэтому он на этой стадии очень опасно найти фанатичного наставника. Когда он находит наставника, который говорит, кругом все это от сатаны. Там нет никакого Бога в этих традициях, только здесь. Вот только здесь Бог, там ничего нет, все. И когда такому наставнику ты спрашиваешь, а как мне с мужем жить, который другой веры, он говорит, да брось его, этого мужа. Вот, он же тебя в ад тянет. И поэтому это очень опасно. Человек, который имеет такое узкое восприятие мира, не может быть нормальным наставником. Таких людей не надо выбирать наставника. Это очень опасно. Вторая стадия развития верующего человека, он начинает Бога видеть в разных традициях других. Он понимает, что Бог не такой глупый, как ему казалось. Он, Бог, дает себя всем. Просто в разных традициях, по-разному он приходит. И когда человек увидел эту истину, он понял, что Бог и там, и там. Тогда у него нет сложности понять всех верующих людей. Постепенно все верующие люди для него становятся близкими, но он понимает, что у всех разное настроение. Вот настоящий музыкант, он ценит и, допустим, классическую музыку, и эстрадную музыку. Потому что он понял красоту и этой, и той. Но вот начинающий музыкант, он или только классическая, мне нравится, это все неправильно. Или только эстрадная, классическая, плохая. Вот. Надо стать зрелым музыкантом, надо понять. И только на стадии зрелой можно взаимодействовать между собой. Потому что начинающие верующие, они пытаются в свою веру всех тянуть. И пытаются воевать, они постоянно сражаются. Типа, это наша вера правильная, твоя вера неправильная. И там идут постоянно разборки. То есть первое правило, надо до второй стадии дойти. И третьей стадии верующий, это человек, который Бога видит везде. Он видит и душу, и Бога везде, во всем мире. Это уже святые люди. У них нет проблем вообще никаких. Три стадии верующего человека. На первой стадии семейные отношения имеют опасность. Если два человека вместе, они могут переругаться, разрушить семью. Это очень опасно. Поэтому, но даже на первой стадии человек может сохранить семью, отношения, если он имеет правильного наставника, который ему объясняет, что Бог есть везде. Теперь вы меня спрашиваете о взаимодействии. Что делать с людьми, с детьми? Какую веру им дать, если у нас вот так вот. На самом деле, мы оба с ним более как, мы не определены в вере. Мы, он католик, я крещённая, православный. Мы не прогридируемся ни той, ни второй традицией, потому что нам много нравится. Я вообще по чуть-чуть везде... Микрофон только это. А, я вообще сама по чуть-чуть везде и нигде конкретно. То есть я не определилась. Ну, поэтому у вас всё проще. У вас тем более одна крестьянская вера, понимаете? Что делать с детьми? То есть хочется... Да, что делать с детьми, я вам скажу. Но это будет непросто принять. Женщина, она в поведении гораздо гибче. Поэтому лучше детей водить в ту церковь, которой принял муж. И формально следовать правилам этой церкви. Потому что вам легче формально эти все вещи выполнять. Но в сердце вы молитесь, как вы хотите. И детям можете тоже рассказывать что-то от своей веры. Но при этом внешне вы следуете правилам общества. Но мужа и нету таких желаний. Я понимаю, я говорю просто для всех, не только для вас. Вот, допустим, у меня была одна женщина. Она пришла ко мне на приём и говорит, я потеряла свою семью. Я говорю, а что случилось? Она говорит, у меня муж мусульманин. Я приехала в Турцию. Дети, естественно, когда начали расти, тоже стали мусульманами. А я всегда была христианка. И я не смогла там жить, просто я уехала и теперь одна осталась. Я скучаю без детей, без мужа. Мне очень плохо. Что мне делать? Я объяснил, что если бы вы пошли другим путём, если бы формально приняли мусульманство, то есть ходили с мужем мусульманский храм, носили мусульманские одежды, а молились просто Богу, как вы считаете нужным, то бы у вас всё бы устаканилось внутри. И она говорит, а что мужу именно это важно? Я говорю, конечно, ему важно, как люди к вам относятся. И она говорит, а мне кажется, он хочет меня мусульманкой сделать. Я говорю, нет, он хочет, чтобы вы свой авторитет, чтобы вы его авторитет не разрушали. Вот что он хочет. И она тогда ему позвонила, а они уже жили раздельно. Она ему позвонила, об этом серьёзно поговорила с нему. И он согласился. Он сказал, просто внешне вот веди себя вот так, чтобы меня не смотрели косо, а молись как хочешь, это я не против этого. И всё у них наладилось. Ну вот, а если не выбираешь ни то, ни другое, что можно делать? Ничего жить дальше, потому что это называется процесс познания. Надо все стадии любить отношения с Богом. Первая стадия, это ты всё изучаешь, тебе всё нравится, тебе всё интересно. Это нормальная стадия. Но вторая тоже, когда я ко всем отношусь очень хорошо, к религиям. Нет, это вообще не первая стадия веры. Это человек вообще ещё не выбрал веру. Он просто всех любит, он Бога любит везде. Но он раз... Вера, это знаете, что такое? Это методология обучения отношений с Богом. Вера это как институт какой-то, понимаете? А можно без этого прогрессировать и как он развивается? Можно, но до определённого времени. Всё равно какая-то методология потом понадобится. Потому что, ну можно без института учиться? Ну можно, но лучше в институте потом учиться, чтобы получить высшее образование. Это специализация уже такая. Вера это более глубокие отношения с Богом. И человек постепенно находит себе веру со временем. Но сначала, конечно же, он просто всё изучает, смотрит. Правильное развитие, когда человек всё, со всех сторон смотрит, как с Богом относятся разные люди. Это хорошо. Но на второй стадии верующего, развития верующего, тоже открывается весь духовный... Все традиции эти открываются. Я сейчас с удовольствием фильмы смотрю про разных святых, с разных культур, традиций. Я чувствую их отношения с Богом. Я переопыляюсь, как бы обогащаюсь вот этим всем. И мне очень хорошо. Я счастлив и в своей культуре и традиции Бога чувствовать, и в разных других. И мне это приносит счастье всё. Мне прошло правильное обучение. Он любит Господа, а девушку любит ради Господа. Всё, тогда у него всё будет хорошо в жизни. И он понял, что какая разница, кто мы, Бог за нас. Ты вот так молишься, я так. Но Бог, Он находится в наших сердцах. И Он всегда нас любит. Всё нормально, проблем нет никаких. И вот молодой человек. Всегда с нами Бог, он в наших сердцах. Да? Спасибо. я не могу себе больше заехать за пределы, за... Живи, я спрятую вас, как я говорил, что вы говорите в религии. Живи, я спрашиваю, когда-то раньше помнил, что я был в религия, потом когда-то, 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 когда-то в религии. В несколько раз, я помню, что сначала, когда мы родим Бога, потом, когда-то. Это возможно через других людей только. Надо вкус отношений с Богом перенимать у тех, кто его любит. Надо учиться смотреть фильмы про святых, пытаться понять, как они любят, как люди любят Бога, слушать песнопения святых людей, читать о их жизни, пытаться понять их. И как только человек начинает святость понимать, он сразу же, святость это энергия Бога. Святость это свет от человека исходит, от человека исходит свет вот этот божественный, потому что Бог ему дает этот свет. И ты начинаешь чувствовать вот эту святость, и у тебя, ты перенимаешь эту любовь. То есть человек не может сам Бога полюбить, Бог это тайна. Он только через людей передается. И когда ты начинаешь святого человека чувствовать, радоваться ему, любить ему, значит ты начинаешь чувствовать Бога. Через людей это происходит. Через святые места, может, ты можешь приехать в какое-то святое место и чувствовать, вау, мне здесь очень хорошо, я чувствую здесь счастье, мне здесь нравится. Даже через святую пищу ты можешь почувствовать. Я разок в одном месте был в Индии, это место называется Ширангом. И там один святой, забальзамированный, тело его сидит уже 800 лет. Бальзам меняют раз в месяц, обрезают ногти, у него ногти до сих пор растут. И он обещал своим ученикам, что он больше тысячи лет будет давать наставление через это тело. И я рядом с ним начал читать молитву. И я прямо почувствовал, что с каждой молитвой у меня внутрь такой, фу, что-то фу, туда глубже, глубже, глубже. Я начинаю чувствовать глубже. И потом раз, в какой-то момент, я повторяю молитву, и я такой, чум, и чувствую себя вечным. Маленькой вечной душой, там где-то в глубине. И я смотрю, это от него исходит. Я с ним 15 минут рядом посидел, и я почувствовался вечным. Никогда такого ощущения не было. Потом пошел там покушать освященную пищу. Через пищу сильно чувствуется святость. И я не в ресторане покупал пищу, а там просто раздают пищу тем, кто там служение делает. Я попросил, а можно мне тоже с вами поесть? И они говорят, ну ладно. И там очень простая пища. Там не такая некрасивая там, а просто простая пища очень. И я взял эту простую пищу, начал есть. Напротив меня сел священник. Он говорит, я вот эту пищу готовил. У меня эту пищу готовил отец, дед, прадед. И он по восьмое колено там назвал, что у него все этим занимались. И он смотрел на меня и говорит, я это делаю для того, чтобы эту любовь тебе передать. Ешь. И он смотрит на меня, а я ем. У меня слезы из глаз полились, вот так волосы дыбом встал, и меня затрясло. Я чувствую вот эту силу. И он смотрит на меня вот так, он понимает, что я чувствую тоже. Я поел, я в жизни такого не чувствовал. То есть я почувствовал вот эту его любовь к Богу. Она передалась через пищу просто. Ну то есть может человек почувствует святое место, он просто там земельку себе на голову насыпал, и у него болезнь прошла. Бог иногда так дает о себе знать. Всякие ситуации бывают. Когда ты чувствуешь Бога, это необычно очень. У меня была ситуация, ну это я сейчас вам расскажу, я знаю, что вы будете смеяться, но я все равно вам расскажу на всякий случай. У меня была ситуация, когда я Бога реально почувствовал. я должен был лететь в Казахстан из Москвы. Там Москва, Шереметьево, Международный аэропорт. Там несколько терминалов, вот так они рядом друг с другом стоят. И это не сейчас, не Игорь, вот мой помощник, а прошлый был помощник у меня, он забыл мою сумку с документами, совсем короче, забыл прямо в лекционном зале. У меня большая сумка была, и я ее оставил там, а он должен был забрать, и он забыл. Я приехал в аэропорт, говорю, а где сумка? Он говорит, в машине, в багажнике, смотрит, сумки нет. Звонит туда организаторам, они пошли туда в зал, уже поздно было, ночь. Они там открыли этот зал, нашли сумку и поехали, и до аэропорта час ехать. А самолет через 40 минут регистрация заканчивает, все, я не успеваю. А это раз в сутки рейс всего летит, а там у меня лекция, и люди ждут. Я такой сел, короче, там в аэропорту в кафешке сел, я говорю, помощнику регистрируйся, иди, а я посижу. Я сел, взял мороженое такое, и начал к Богу обращаться. Говорю, а что делать? Я не смогу улететь. И такой, в сердце ответ не словами, а так, как будто знание такое. Ну, а что, как бы, ты хочешь? Я говорю, я хочу, чтобы самолет задержали. И он сразу такой, знанием такой ответ. Ну, ты понимаешь, люди как бы не доберутся вовремя. Там кто-то, у кого-то со стыковки там. Я говорю, я знаю, но мне надо людям лекции давать, знания, они меня ждут. Представьте, там, у меня там ждало 500 человек на лекцию. Я говорю, люди не попадут на лекцию. И такая тишина. Лучше этого не делать. Я почувствовал, что может что-то произойти, что-то он может сделать. Я говорю, нет, надо делать. Он говорит, ты потом пожалеешь. Я такой, нет, не пожалею. И такой идет диалог. Прямо не то, что он не словами, а как знанием такое, мне что-то такое из сердца. А я сижу, мороженое ем. Ко мне подходит помощник, говорит, что мне делать? Я говорю, регистрируйся на рейс. А ты что? Я говорю, я машину жду. Так она приедет позже. Я говорю, а что я сделаю? Подожди, не мешай мне, дай мне подумать. А я продолжаю диалог. И потом он подходит через 5 минут. И я уже чувствую, что все, как бы я его уговорил. Бога в сердце уговорил. И тишина такая. Он мне не отвечает больше. Все, я как бы, ну как бы... Я понял, что он будет мне помогать. Но больше я не почувствовал ответа. И подходит мой помощник садится. Я говорю, посиди немножко. Подожди. Сейчас. И после того, как я сказал, через 20 секунд во всем терминале вот этом вот выключается свет. Так. Тум. Не работают кассы. Ничего не работает. Все, как бы... Все. Полностью терминал погас. Мы вышли снаружи. Смотрим. Соседний терминал горит. Тот горит. Этот. Черный весь. Я начал ходить по аэропорту. И мне Господь показывает все. Идут сотрудники. Я за ними иду. Они говорят. Такого никогда не было. Непонятно причину поломки. И не сработали запасные аккумуляторы. Трансформаторы. Оказывается, там система защиты есть. И они должны заработать. И даже если что-то прервалось, все равно свет остается. Не сработала защита. И я слышу их разговор. Господь мне показывает, что я вот тебе помог. И приезжает машина с этими организаторами. Они вытаскивают сумку. И говорят. Ну что? Я говорю. Смотрите вон. Они говорят. Олег Геннадьевич. Так нельзя делать. Вы что? Погасили аэропорт. Я говорю. Я не сам это. Господь погасил. Взял сумку. Пошел. Они такие балды на меня смотрят. Короче. Вот как только я там. Все. Потом включили. Все. Регистрация продолжилась. Я прилетел туда. И потом в этом аэропорту. А мне надо было еще один перелет делать. В этом аэропорту чемодан мой последний приходит. Я думаю. Да это ерунда. Я думаю. Господь мне начал возражать судьбу. Как бы. Чемодан последний. Я посмеялся. Думаю. Да ерунда какая. Потом самолет. Отменили мой рейс. Следующий. Туда. В следующий город. А там этих рейсов. Просто завал. Ну то есть. Через каждые полчаса. Вот. Я думаю. Да ерунда какая. Ну через час улетел. Приехал в этот аэропорт. Опять последний мой чемодан пришел. Мне смешно даже. Думаю. Какая ерунда вообще. Вот. И потом. Короче. Назад уже. Домой еду. Не на лекции. Домой еду. И мой помощник. И организатор. Оба перепутали время. Я приезжаю. Последняя минута регистрации идет. И женщина. Которая. Меня регистрирует. Слушает мои лекции. Она такая. Олегинаеве. Я говорю. Быстрее регистрируйте. Мы сейчас на самолет не сядем. Она говорит. Сядете. И такая звонит. Туда. Ну как бы. Где. Ну. Закрывают рейс. И говорит. Тут такой серьезный человек. Надо его. Ну пустить на рейс. И они говорят. Нет. И короче. Рейс закрывается. И меня не пускает. Я думаю. Приехали. Короче. И я вспомнил. Вот это. То. Что было до этого. Что Бог мне. Это как бы. Ну. Теперь не на лекцию. Вот тебе получи. Я должен был улететь. Все забыли. Все. Никто не помог. И все. Я остался в аэропорту. Ну. Потом улетел. Конечно. Со временем. Вот такая история. Прямо четко. Господь действовал. Он мне показывал. Вот это вот. Я был в шоке. Так что. Он может. Реально. Действовать. В нашей жизни. У меня таких много историй. Я не буду все рассказывать. Вот. Ну просто. Чтобы вы понимали. Что. Если. Ты полюбил святого человека. То. Бог. Начнет с тобой. Взаимодействовать. Но у него есть правила. Надо менять свою жизнь. У него есть заповеди. Если ты их не соблюдаешь. Бог не любит. Он не будет с тобой. Дальше. Иметь дела. Спасибо. Спасибо.